Субтитры делал DimaTorzok Чтобы как-то сориентировать заказчика, сориентировать людей, которые хотят построить себе рубленый дом, поделиться какими-то моментами, чтобы человек не блуждал, чтобы он как-то свой взгляд уже направил куда-то. С чего начать? Вообще, в принципе, с чего надо начинать? Правительство, да? Если ты захотел... Ну, кратко, да, сейчас начнем. Я Черкесов Сергей, я простой рубщик. У меня есть своя площадка, вы, наверное, знаете по роликам. У меня есть хорошие товарищи. Сашка Чеволков, Виталий Дубовецкий, он проектированием занимается. Сашка рубит дома. Вот в его команде Кирилл. И сейчас вот кто есть, тот есть. Сегодня мы поговорим в этом составе. Постараемся, ну, как-то вас направить. Начальный уровень создать мышление о том, что нужно знать заказчику, который захотел рубленый дом, который вот уже прямо стоит в преддверии этого выбора. И вот мы хотим его направить. Так. Ну, меня как бы вообще опасно выпускать, да. Если есть настроение и развяжется язык, то это как бы будет загруз серьезный. Я могу как бы очень много говорить, да. Можно начинать с какого-то. Ну, вот самое первое, о чем хотелось бы сказать вот человеку, который смотрит на нас сейчас вот и решил строить рубленый дом. Вот как бы момент такой связан с тем, что человеку нужно действительно понимать, а хочет ли он рубленый дом. То есть, что значит хочет? Ведь это же связано с кучей каких-то задач, проблем. Это связано с кучей затрат. Рубленый дом непростая тема. Я уже вот в своих роликах, в предыдущих, об этом говорил. И многие, кто думают, что он хочет рубленый дом и что вот ему это надо, на самом деле лучше бы ему было с этим не связываться. Почему? Да, почему? Почему? Вопрос. Ну, вот кто что думает? Не знаю. Мне кажется, нормально. Можно связаться. Ну что, почему бы нет? Если у меня есть деньги, почему я не могу позволить себе построить рубленый дом, который я только хочу сделать? Много фирм. Пожалуйста, обращайтесь. Все. Чего нельзя. Афигеть. Надо понимать, как его обслуживать, в первую очередь, мне кажется. И его особенности. Знать, как его запустить в правильную эксплуатацию. То есть, в принципе, это на самом деле рубленый дом можно захотеть любому человеку. То есть, это предубеждение, на самом деле, о том, что дом рубленый – это сверх эпопея, которая не каждому доступна. Но они разные. Они бывают там люджетные, да? А бывают и по высшему разряду сделанные, как элитные, да? То есть, мы сейчас начинаем уже говорить о домах элитного класса, так скажем. То есть, мы переводим потихонечку. Не о простых деревенских домах, в которых мы живем, а уже другой класс. То есть, вот про эту вот тему, вот эта тема элитных домов, вот про нее и надо, получается, говорить. Правильно? Не уточняем. То есть, не просто рубленый дом, а уже тема маленькая другая. То есть, что в нее входит? Что входит в этот разряд элитных домов, евродомов, да, и так далее, которые… Человек думает, что они супер классный дом, на самом деле. Не просто дом, а человек, когда он берет, покупает и дает миллионы за этот дом, он понимает, что этот дом супер классный, вот. То есть, когда он, как ты говоришь, уже, может быть, не надо его покупать. Ну, подход должен быть просто к таким домам настолько серьезным, что можно и не ожидать этого, как бы, в итоге просто расхочется. Ну, почему? Ну, потому что затраты большие, да, и специалистов очень мало, которые могли бы воплотить, на самом деле, ну, хорошо. Ну, почему мало? Фирм-фирм-фирм много. Фирм много, да. Да, элитные фирмы, большие фирмы, которые специализируются на этой теме. Почему ты, ну, как бы, не хочешь, либо они это дома не делали строить? Ну, блин, я не хочу, я вообще не желаю. Ну, почему? Давай, давай по пунктам. Это первое, почему они, первое? Почему они не устойте, как бы, связываться с, как они делают, что там? Ну, на самом деле, причина в одном, наверное, в том, что у русских изготовителей не опыта не хватает, не опыта не хватает, а не хватает желания сделать на самом деле хорошо. Не хватает настоящего желания. Потому что даже с маленьким опытом я встречался с людьми, которые, ну, очень хотели и в итоге делали дома неплохие. Слушай, ну, извини, может быть, я как бы за вот эту цену, которую сейчас вот в России на рынке, может быть, это и нормально то, что компания делает? Такого качества, такого, так сказать. Может и нормально, да. Да, но люди ожидают, на самом деле, хороший диаметр, хорошую подгонку по щелям, ожидают желтые стены, не синие, хорошо отшлифованные, то есть поверхность, обработку ожидают. Ожидают учтенные моменты с усадкой и пошло-поехало, но не получают этого. Тогда, в принципе-то, по большому счету, тем, кто предлагает сейчас, ты говоришь, массовые дома, рубленные на каком-то уже не деревенском хорошем таком уровне, им и надо этот момент как бы открыто вещать. Что, если вы хотите, там, вообще по высшему разряду, там, желтенькие стены, там, суперобработку, ну, нормальную обработку, то есть это гладкие поверхности, обработанные сучки, хороший диаметр, подгонка, поднутрение, учитывать усадку на крышах профессионально, это уже совсем другие деления. Понятно, нет? Нет, понятно почему, ну, как совсем другие, у них же прайс-листы есть, прайс-листы там все уже, все цены указаны, вот как он будет другие деньги ставить. Вот он рекламу сделал, и все, вот он так и делает, как он будет указывать. Давайте, если вы хотите... Да в том-то и дело, что никак он не будет указывать, да, вот какая есть ситуация, она такая и есть. Ну, просто я обозначаю, что проблема есть на самом деле. То есть за те деньги, за которые предлагается сегодня сделать человеку рубленый дом, как бы, ну, качество вот не соответствует. Ну, еще и фишка, наверное, это новое, как бы, достаточно, да, рубленый дом. То есть еще заказчики мало разбираются в рубке, то есть они мало понимают и им трудно вот оценить, насколько качество отличается в одной фирме и насколько качество там в другой фирме. Вот это различие в качестве. Я не знаю, вот уместный, нет, можно начать вот даже с моего примера, который я выдумал, с автомобилем. Да, да, давай. Вот, Кирилл сказал, момент такой. Можно вот на примере, связанном с выбором автомобиля и с выбором деревянного дома. Как вот мужчина подходит, вот глава семейства, он начинает, когда выбирать себе автомобиль, он что делает? Начало знакомства с автомобилем. Во-первых, он видит автомобили в большом количестве мимо, проезжает, он привыкает к этому, ему хочется. Он смотрит глянцевые журналы, он листает, смотрит, анализирует, сравнивает, выбирает что-то. Он смотрит какие-то передачи, какие-то тесты там, видео смотрит. И вот потом у него сложилась какая-то картинка, он видит, что нужно определяться с какими-то параметрами. И он получит продукт, работающий механизм, хороший автомобиль. По сути, ну, за разные деньги, ну там, немножко разные автомобили будут. Или немножко разные. Но в итоге будет результат. Он сядет, поедет и доедет. Он будет эксплуатировать его. Он будет рабочий вариант. И вот по этой схеме все привыкли выбирать автомобиль, выбирают и все успешно происходит. Все успешно происходит. Каждый получает за свои деньги нормальный продукт. Схема отработана. Схема отработана. Она такая привычная. Она залегает в голове. И глава семейства, мужик, он думает, как? Сейчас я так же подойду к строительству дома. Ну, как обычно, откуда взять информацию? Откуда он будет черпать ее? Он посмотрит журналы, красивые дома, открывает. Блин. Ну, такие стены, такая обработка, поверхность. Приятная вот эта фактура, да? Это вот дерево. Это атмосфера после вот квартиры, да? Городской. Она вот прям прет. Вот это вот приятное. В природном стиле. Все. Загорелся человек. Хочу, да? Ну, причем ведь в журналах он описывается все, ну, как все хорошо, да? Одни плюсы. Я не знаю. Я вижу вот эти красивые дома. Мы же сами учимся. Смотрим на них. На крыши. На все смотрим. На пропорции, там. Оконные проемы, там. Какие-то элементы декора. Все смотришь. Все интересно. Все нравится. Так же хочется. Жить хочется так же. Все. Загорелся человек. Дальше что он еще? Иногда он проезжает мимо. Смотрит со стороны рубленный дом. Тоже. Его так подогревают. Вот же. Живут люди. Здорово. Построили. Воплотили. Интересно. Это реально. Аналогия с автомобилем. Он так же. Он же смотрит. Таурек проехал. Нравится. Красивый. Брутальный. Каждый что-то свое находит. Он посмотрел. Отметил. Отметил. Дом посмотрел мимо проезжающих. Отметил. Таурек открыл в журнале. Реклама. Перечень чего-то. Модификации. Почитал. Посмотрел. Вдохновился. Еще раз приподнял. Еще раз понял. Что именно Таурек нужен. Пример. Пример. Мы же сейчас смотрим на ценовой уровень человека с достатком. И вот на уровне достатка вот там. Тех кто разбирается там вот. Начинает хотеть вернее рубленый дом. Они вот пользуются такими машинами. И вот он смотрит дальше. Видео передачи. Все. Рубленый дом. Видео передачи. Тоже одни плюсы. Какие хорошие стены там. Какая хорошая обработка там. Посмотрите какие двери деревянные полы там. Ну все хорошо. Хочется быть в дереве. И визуально приятно. И тактильные ощущения. Ну все. Сейчас если быть кратким. Да. Вот. Я понял. Что Саша наверное уже хочет. Сворачивал потихоньку. Все. Человек думает. Что сейчас по такой же схеме он построит дом. Как с машиной. Он почитает журнал. Посмотрит передачу. Придет в фирму. Ткнет пальцем. И ему дадут продукт. Готовый продукт. Который. Конечно же. Как и машина будет там. Немножко там. Со своими нюансами. Которые ему не нравятся. Невозможно идеальный продукт получить. Что-то не понравится. Где-то отделка. Где-то еще что-то мелочи. Но в целом он получит машину работающую. Хорошо работающую. Вот. И она в целом его будет устраивать. На 90 процентов. Будет устраивать. Правильно? А дом когда он получит из фирмы. Он думает что то же самое получит. Что ну нюансики там. Ладно. Но в целом он будет эксплуатации. Эксплуатировать вернее. Он будет его так же как и машину. Вот на 90 процентов. Получит результат. Но. Граждане. На самом деле. Ситуация совершенно по другому. Да? Да. Начинают возникать нюансы. Да там получает. Человек обычно дом. Совершенно. Ну не такой как он ожидает. Потому что его построить. Это не машину сделать. Это схема связанная с машинами. Отработанная уже. А рубленые дома это. Рулетка. Это как то даже сложно сориентировать заказчика. Чтобы объяснить. Как они делаются. Это штучное производство. связанное с элементами творчества. И. Блин. Далее. Далее там может сифонить. лопаться. Это и от заготовки зависит. И от заготовки. От сушки. Опять же. Если быстро сушить. То есть на картинке то у нас дерево не лопнувшее. Все что то красивое. А тут приезжает дом и он начинает срискаться. Но есть такой момент. Когда заказчику. Вот это вот. Очень не нравится это. Этот момент. Заказчику. Ну и как открытие. А кстати вот поэтому Сергей. И. Есть такой нюанс. Что машину. Ты берешь да. Машину. Там есть определенная гарантия. Фирмы там. Ну и так далее. Вот. Они себя зарекомендовали. Машины. Машин очень много. Миллионы там да. Машины. Они работают все как часы. И так далее. Вот. А здесь мы берем. Строим дом. Вот. У каждой компании свой какой то дом. Понимаешь. Не одна компания. Которая пускает все эти дома. Да. А их много разных. Вот. Человек берет в одной компании. Вот. Она ему его ставит. И. Потом когда он подходит. И видит что что то какие то нюансы. Да. Он начинает спрашивать. А ему просто объясняют. Понимаешь. Просто объясняют. А тут. Тут надо герметиком просто. Пройтись. Тут все будет нормально. Ничего не будет у вас. Сифоника и так далее. Тут мы вот как Виталий сказал. Бочку сейчас перекисью обработаем. Тоже будет все нормально. И вообще это дерево. Оно вообще ведет непредсказуемо. Это же дерево. Сергей. Понимаете. Оно вообще. Оно завтра может все лопнуть. И все это нормально для него. И так многие. Объясняют. Изготовители. Так многие. Многие общаются. Заканчивают. Понимаешь. В чем фишка. То есть. Определенное объяснение. И все нормально. Все прокатывает. Любое качество. Ссылка на то. Что это дерево. Оно может произвести себя как в год. Или например. Такое. А вы посмотрите. Как у других. У других еще хуже. Я вас привезу сейчас на объекты. И посмотрите. Там вообще акты. Там такие щели. А у меня там у вас все хорошо. То есть. Вот эта игра. Вот эта игра. Она очень. В данный момент. Тоже много значит. Это объяснение все. Так что. То есть. У нас еще. Понимаю. Нет конструкторских бюро. Когда мы строим дом. У нас только есть проекты. И все. А далее. Сам рубчик. Может. Включается. И думает. Назубами. 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 И нагрузками. Архитекторы. Которые. Вот. Заканчивают. Учебные заведения. Они. Способны. Построить. Такие. Вот. Дома. Которые. В основном. Доволься. Либо. Панельные. Либо. Каркасные. Но. Деревянное. Зодчество. Не изучается. Этого. Материала. Сделать проекты. Внешне. Грамотные. Либо. Не. Учет. То. Что. Происходит. Стеревом. Либо. Просто. Не обратить. На это. Внимание. То есть. Вот. Я извиняюсь. Перебил. То есть. Получается. Можно. Написать. Проблемы. По пункту. И. Которые. Можно. Будет разбить. Подробно. Давайте. Какая основная. Начнем. Так же. Спроектировать. с проектировочной части. Сначала. У нас же в теории все строится. То есть. У нас. Должен быть. Проектировщик. Который. Специализируется. На. Уже. Рубленном домостроении. Специалист. Профессионал. Да. Ну. Мы же о проблемах сейчас говорим. Проблема какая. Первый. Дом приехал. Встал. Да. Я захожу. У него захожу. Попадаю. Значит. Вместо того. что у меня там был свет в комнате. Ну. Пол дня. Хотя бы. Я попадаю в темницу. То есть. Дом развернут. Не по сторонам. То есть. Не так поставлю. Не сориентированно. С этим. Саша. Может разобраться. Любой. Кто строит. И панельные дома. И каркасные. Сориентировать. По сторонам света. Любой. Да. Это правильно. Ты заметил. Это может быть проблемным. Но. Это может. Эту проблему. Может решать любой. К любому уровню. Хороший. Архитектор может это решать. Но. Мы же обозначили. Вот. Допустим. Виталик обозначил. То есть. Как должно быть. То есть. Значит. Если это обозначено. Значит. Оно несет какую-то определенность. Бывает. Такие. Видимо. Нюансы. Когда строят. И попадают в такую ситуацию. Что. Недостаточно. Грамотно. Проект составлен. Именно. По. Участку. По сторонам. И так далее. Это нету привязки. Просто. Получается. Дома. К сторонам света. Или к участку. Проект может быть. И правильней. Просто. Люди бывают. Берут. Или покупают. Типовые проекты. Ну. И проект на самом деле. Удобный. Продуман. И все хорошо. Но. Не учитывается то. Как он будет повернут. К сторонам света. И. Мы получаем. Вот. Ночную зону. В гостиной. Кухне. Где. Люди проводят. Основное время. А. Яркое солнце. У нас. В спальне. Там. Или в ванной комнате. Где оно. Как бы. Так и не надо. И. Там участка не находится. Так что. Что. Вернее. Писать. Первым пунктом. Это. Действительно. Вот. Надо разобраться. С участком. Первое. Что. Он. Расположен. Всегда. Дом. Строится. На земле. И. Надо понять. С чего. Начать. Да. Я пишу. Расположение. По сторонам света. Так. Первое. Напиши. Распланировка. Участка. То есть. Надо учесть его ландшафт. Надо учесть его. Зоны. Которые будут. На участке этом. Ну. Так же. Где и дом. Будет стоять. Да. Место. Для дома. То есть. На участке. Будет парадная зона. Где вот. Человек заходит. Во двор. Перед ним. Открывается. Не огород. Не зона отдыха. Которая. Может быть. Лучше. Чтобы располагалась. За домом. В внутреннем дворе. Но. У него. Должен быть. Парадный вход. И парадная зона. Где там. Не зайка. Альпийские горки. Может быть. Фонтанчики. Декоративные кусты. Декоративные кусты. То есть. Первое. Планировка участка. Учесть зоны. Парадная. Огород. Зона отдыха. И тому подобное. Да. Сад. Где будет барбекушник. Состоятельная. Беседка. Где другие строения будут расположены. Первая проблема у нас обозначена. Да. Вторая. Вторая проблема. Учитывая то что мы разобрались с зонами отдыха и парадной и огородом. Уже понятно вот с какой стороны у нас будет юг. Где север. Где запад. И уже ориентируясь на эти стороны света. Мы ставим дом. То есть делаем планировку дома архитектурным проектом. То есть ориентировать ориентация по сторонам света. Да. Расположение комнат. Да. Есть что добавить? Может кто то что то скажет? Важно. Расположение комнат в доме очень важная задача. Чтобы у нас комнаты, освещение комнат это там уже не разумно. Расположение относительно сторон света. Да. Расположение дома. Расположение чего? Дома. Ну там же дом там. Комната. Расположение всего дома и комнат в частности по сторонам или как дома не из комнат состоит дом как и значит так и пишем расположение дома следующие проблемы такие синева до пишем пишем санева ты след начинает процессе я слышу следующую проблему как это пишем но почему конечно изменение цвета это уже качество дома получается нужно может быть обобщить какой-то темный пунктам вернее там его разбить уже да почему какая разница пусть он отдельно будет прям синева 3 пункта а почему нет это же как бы называю визуально то есть ты получаешь другого цвета потом начинает бороться с этим хорошо пускай будем по этому пункту что-то так подробнее все понятно если если что-то кому-то непонятно будет выбеливание жесткая так причем она не спасает ну если саша шесть раз будет уже не то будет выделено синевой ты не узнаешь как унитаз просто будет белый да но цвет у меня дерево на неестественно так четвертый момент давайте щели по чашкам щели то есть запятую делают плотность соединения плотность соединения там два соединения у нас чаша и паз чашка ну что я уже говорил и видео тоже говорил что как мы выбираем сруб вообще мы подходим к сруб смотрим если у него щели по чашкам присутствуют хотя бы визуально он подходит может щели по чашкам есть почему потому что они никуда не денутся то есть он уже не сядет они не высохнут не уменьшится они только увеличится то есть щели по чашкам никак не заделать их будет только герметик только там конопатка ну кстати хочу заметить что герметик он позволяет человеку воплотить свою мечту если он хочет сделать из соединения круглую чашу да вот хочу еще он не нравится ничего другое ни лафета ни канадку не хочет да и он пример устроит из сурового материала и у нас вдруг появляются щели которые мешают от продувания происходит в принципе саша замечательный герметик делает свое дело и эстетически многим даже нравится да но возьмем же такой вариант что герметики все это же синтетический материал а вся синтетика рано или поздно что происходит костенеет да на солнце она теряет свои свойства и отваливается ну то есть ты хочешь сказать что капитальным материалом не назвать не назвать конечно только естественный материал может быть природный материал может быть капитальный то есть самое лучшее это не надо усложняет получается простоте если стремится то есть кладем на мох грубо говоря и забываем на века у нас технологии просто не развита донха у нас она как бы переразвита в том что герметик я бы не назвал поэтому и не рассматриваю можно конечно можно и без герметика можно сделать так скажем из сухого леса и срубить это круглую чашку тоже будет хорошо опять же насколько это будет сухой лес насколько ты его сможешь высушить так чтобы тебя чашка потом кругу вообще не рассохнуть это тоже мне кажется еще один нюанс который должны закачивать значит что они при заказе дома должны уже спросить насколько лес до сухой поинтересоваться в какой стадии что как бы как я понимаю вот у нас четвертый пункт щели плотность соединения по чашкам пазах сказал оконные дверные проемы плотность соединения это такая тема вообще она отдельная она большая по нему сейчас можно долго говорить например много есть вопросов к сашке другим кто считает что-то по-своему да мы можем на эту тему долго говорить может быть нам дальше по проблемам пробежала давать конечно пиши пятый пункт сразу переходим внутренние паза внутренние паза внутренние а чашки если грамотно все там живешь воздушный замок чашки формируется если у тебя утеплитель работает потому что 5 сантов сделать внутренние паза внутренние паза внутренние пазы так если у тебя сделано маленькое внутренние то в случае если открывается доступ когда щель появляется и сифонит у тебя в любом случае утеплитель прижат и не будет продувания у тебя сработает да я так и надо весь делал в любом случае то есть если у тебя и плотно по краям и плюс еще утеплитель прижат у тебя двойная защита от продувания от того что вдруг рассохнет где-то да все равно у тебя там утеплитель прижат так что лучше наверное внутренние там делать маленькие это такой момент он отдельный разговор и отдельные споры по этому моменту и отдельные взгляды можно рассматривать интерес давай 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 запишем в чашке тоже чтобы какое-то под внутренние мы понимаем чтобы не совсем кулак там как говорится не владил чтобы внутренние было приличное один момент и какой можно я оставлю значит вот мое личное мнение я по такому моменту отметил что визуально может быть очень плотно сделано и чаша и пазы вот сегодня уже никого не удивишь таким исполнением ну да кто-то не может удивить но большинство вот тех кто уже дорого как бы рубят да дорогие рубчики заказчика они научились это делать и в фирмах тоже они как бы бравируют моментом связанным с тем что визуально получает заказчик вот шок при первом взгляде на сруб он смотрит все плотно это просто достигается тем что вот уже Виталий говорил края у паза и у чаши они врезаются в древесину они заминаются то есть это поднутрение большое внутри полость большая поэтому края заминаются и как бы если еще и подрубанок сделана поверхность бревна да то у нас пазы все одинаковые идут там только немножко меняют толщину ширину бревна это легко сделать то есть это многие уже сделали это не легко но это можно сделать и многие стараются это делать именно визуально как бы такую картинку создать для заказчика но я вот от себя хотел не за этим надо гнаться если у вас примеру сделано плотно паз и чаша еще поднутрение маленькое так что утеплитель внутри прижат хорошо если у вас утеплитель прижат внутрение маленькая а где-то щель вот это важно что там прижато что утепление происходит что поднутрение работает а не то что щель она может то есть я к чему что она может быть а ее может не быть но если поднутрение есть все там внутри это задавлено но важнее чем это визуально плотно пускай будет маленькая щелка она не продадутся того что из-за того что там поднутрение маленькое но если будет все плотно, а везде поднутрение большое, то как только образуется щелка, все будет в тифоне. То есть поднутрение это важнее, чем плотность визуальная. Ну это вот мое личное мнение, я как бы вот так рассуждаю. Ну я к этому тоже уже прихожу, я тоже думал. Дальше что? А еще, ну ладно, это уже там тоже нюанс, не знаю получится ли пояснить. Что происходит, когда большое поднутрение и большой паз? Что происходит, когда бревно садится? Что значит большой паз? Ну допустим паз 20, внутрение ты сделал 5. Что произойдет, если оно сядет на другое бревно, потом сверху? Ну они же как-то, они же садятся, лопаются, да, трескаются посередке и лопаются. Происходит раскрытие, то есть бревно, вот у меня на часовне одно бревно мы там показывали. То есть оно село на нижнее, лопнуло, развалилось. И чем больше у тебя вот это поднутрение, да, тем больше потом, когда оно раскроется, внизу вот эти щели, снизу, понимаешь, по пазу. То есть там может вообще страшная картина получиться. Беревно лопнет, сядет на паз, там 5 сантов, оно так сядет, что там оно по два санта может получиться с каждой стороны. А если у тебя поднутрение небольшое, в сантиметр-полтора ты делаешь, оно даже лопается, садится, да? Придавливается. Придавливается, там все, там раскрывается, может раскрыться щели по 5 миллиметров в итоге. Но у тебя тоже будет все работать, а там просто страшно может произойти вещи. Ты говоришь о том, что не надо делать больших подок, да, шириной? И шириной, и поднутрением. И поднутрением. Поднутрением, да, должно быть. Дальше. Есть понимание, какие еще у нас есть моменты, связанные с проблемами? Значит, транспортировка раз, стыковка крыши, срубу два, это, кстати, идет в архитектуру. Транспортировку, что там искусство, седьмое? Архитектура, стыковка крыши и сруба. Да, парк. Усадки, усадки столбов и сруба. Это что, отдельный пункт? Ну, можно просто пометить, потому что могу забыть. Стуковка крыши и сруба? Да. Да. Усадки домкраты, усадки столбов. Бывает отдельный пункт, но усадка это другая. Восьмой пункт, усадка. Усадка столбы, проемы, да, наверное. Зверные оконные проемы, усадки у нас боятся, в плане, могут зависнуть на окна, дровные. И столбы тоже. Столбы, расстояние. Усадка у нас еще и так же крыши сюда относится, да? Крыша, крыша. Фронтоны, да? Фронтон. Крышу. Кстати, фундамент, мы не коснулись фундамента, то же самое, начало. То есть фундамент, разметка, изготовка. Ну ничего, давай, напишем, давай, пускай будет девятым пунктом, мы его можем сместить, но как бы вот идем, да. Что мы вспоминаем, то и будем писать. Фундамент, да? Да, проверка, изготовка, точность выполнения фундамента для сруба. И как это потом, когда сруб приезжает и встает на фундамент, мы видим, что у нас на 5-10 сантиметров, а то и на полметра бывает, что фундамент не соответствует с тем, что приехал. Так вот, в этот раз последний раз. Давай, знаешь, как вот пока мы, ну... Фундамент плюс ту. Пока мысль не ушла, просто давай твою мысль запишем с фундаментом. То, чтобы попасть, в принципе, на разметку фундамента, очень часто, да, а я практически тоже заметил, что на каждом срубе, ну и тоже. Потому что мы приезжаем, и у нас смещение по осям, вот относительно фундамента. У меня есть оси, ведь рубленый дом устроится по осям же, да, у нас дробные все вот такие вот, поэтому размеры точные по осям. И, значит, фундамент делают тоже с расчета, что у меня оси придут куда-то. И размеры его должны быть по осям, да, предполагаясь, куда оси лягут. И, видимо, из-за этого и происходит вот у нас нестыковка с тем, что мы приезжаем, когда и кладем свои бревна кладного венца на фундамент, у нас где-то вылезает часть фундамента, а где-то, наоборот, не достает, да, до края бревна там или где. Потому что связано с осями бревен, да, сэр? Да, да, то есть фирмы подходят. Вы заметили? Да, не щепетильность в этом плане. Вот. Фундамент. Согласованность проекта. Да, да, да. Согласованность должна быть в момент такой, что... Я бы сказал, это не только согласованность, но еще и изготовление, то есть контроль качества изготовления самого фундамента, потому что строители подходят к этому вопросу. А бы как? Ну, если они получают проекты, документацию, там все размеры прописаны, то там уже просто проверить, насколько это соответствует и все. Ну, как правило, вот никто не проверяет. Потому что сделали и уехали, все проверяем. Мы потом, когда приезжаем, и начинаем звук свыставить, мы начинаем проверять. Что мне записать в проблеме о фундаменте? Ну, вот что запомнил, то и пиши. Контроль качества исполнения, проверка осей. Размеры по осям? Да. Пишу. Размеры по осям. Размеры по осям. Очень важно выдержать в соответствии с этим, с чертежом, чтобы понятно было. Непонятно было, чтобы все было точно и у нас струб попал на оси у фундамента. А от оси уже будет сколько-то выступать стена. Да. Ну, это уже должно заложено тоже в проекции и так же должно быть. Так. Размеры по осям. Сам уровень. Качество исполнения. Уровень фундамента. Горизонт, да? Горизонт. 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 Виталий, расскажи. Вы думаете? По горизонту тут, я думаю, вопросов особо не должно быть. Всем понятно, мне кажется, что плоскости фундамент всегда делается. Да, видишь, Виталий, понятно в теории, но на практике никогда такого не бывает. Плюс-минус сантиметр. Это максимум. Это проблема. Я к тому, что это проблема. У нас горизонт. А почему дальше скажем? То есть фундамент... Горизонт, правильно? Горизонт. 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 И далее вот этот момент, как ее убрать? Чтобы не проходил воздух по воздуху просто, да? Вот это проблема. Тонкости мы сейчас разбирать не будем. Вообще отдельная тема, я так понимаю, да? Вообще интересная. Вот. Но обозначили, чтобы заказчик понимал, что вот она проблема, которая может серьезно докучать. Реально может докучать. Выпустить вот этот горизонт. Размеры по осям. Горизонт. Что еще? Ну, не знаю, пока все фундаменты. Сам тип фундамента. Сам тип фундамента. Объясню. Потому что, если изначально не согласована плита будет или же лента, то у нас идет еще следующий момент. Уже разные полы будут в этом году. Под ленточный фундамент нужны балки. Их надо врезать, да? И это надо учитывать. И, значит, уровень пола где-то появится. Другая тема. Другая тема, Сань. Но к фундаментам относится. То есть надо... Это проблема. Бывает, знаешь, как? Вот не согласован момент, да? Я приезжаю, а там оказывается ленточный фундамент, да? Я ставлю коробку свою, да? Заказчик ходит и не понимает, как у него полы будут устроены. Потому что там же балки нужно врубать. И надо думать уже, куда врубать балки и куда придут полы. А у меня же подоконники уже выведены на какой-то уровень, который мне дал право. Проектировщик, вот, от протезки моего охладного. А там вдруг полы появились. Это несогласованность. Да. Но это вот связано с фундаментом. Вот этот момент, ну, типа фундамента. Это реально уже не согласуется с конструкцией. Если была проблема у тебя, то пиши. То есть эта проблема была. Как ты думаешь это? Здесь просто получается нет архитектурного проекта. Вернее архитектурный может и есть, конструктивного нет. Нет привязки полов, потолков. Это вообще изначальный вид. Ну, как мы пишем это? В пункте. Недоработка? Нет, ну это понятно. А точнее? Недоработка... Ну, отсутствие конструктивного проекта. Ага. Хорошо. Если бы он был, это бы все учлось. Нет, конкретно напиши прямо балки, фундамент лента или же... Отсутствие проекта фундамента, фундамента, фундамента... Нет, они могут и быть, эти все проекты. Просто могут быть не согласованы между собой. Отсутствие проекта фундамента, несогласованность... Несогласованность... Ну, в скобках напишу, чтобы мы понимали. Ленточный фундамент, ленточный... Ленточный... Плита, да. Мы сразу помним. Плита, сваи тоже. Сваи. Все. Все. Соответственно, половые балки. Половые балки, да. Ну, это писать? Да, да. Давай, запишем. От этого зависит. То есть, половые, как будут стоять? Половые балки. Половые балки. Уровень полов, подоконников и поехали по пыли. Там у нас столько проблем вылезет, если не учли этот момент, да? Да. У нас сразу, да. Состояние до потолка уменьшится. Да. То есть, либо половые балки перекрепим к самому фундаменту, получается. Если там все фигуры именно совместят и так далее. Там может не получаться их прикрепить к фундаменту. Там могут быть эти... Родухи какие-то. Окна, да. И там куча-куча вот этого вот сложности. Просто они согласованности. Несогласованности. Понятно. Десятый момент. Я почему-нибудь кричу, потому что лучше будет слышно. И вы тоже... Тоже кричуешь? Тоже громче говорите. Да, уже чай хочется попить. Десятый пункт. Десятый пункт. Чай. Чай, все. Все. Перерыв. Поехали. Смотри, что тут произошло. А, это дверь загружает. Я нормально. Я... Десятый пункт. Вернусь чуть назад. У нас была усадка, столбы, проемы, фронтоны, крыша. Мы его проскочили и даже не поговорили о нем. То есть мы сразу же на фундамент переключились. Стыковка крыши и сруба. Да, еще и раньше даже. Написали-написали, а переключились на фундамент. У нас стыковка крыши и сруба. Проблема. Все. И? Дал пункт. Да. Что ты хотел сказать? Что мы говорим по этому поводу? Что, как правило, рубится сруб не смотрится на крышу. То есть она как бы смотрится вроде бы. В плане-то есть крыша. В проекте мы увидим, что она там есть присутствует. Но когда мы заканчиваем сруб и начинаем, допустим, торцевать его, да, фронтовно опиливать, то есть формировать уже под крышу все это дело, то мы начинаем понимать, что крыша-то она тут становится очень плохо. То есть либо угол не тот получается. То есть я не могу фронтон, например, стыдить. Вот. Либо то там еще раз. То есть вообще она конструктивно тут как бы, ну, очень непонятно как встает, с какими-то нюансами своими. То есть невозможно будет там, например, подшить карниз или еще что-то. Какая-то балка вылазит откуда-то непонятно. Все из-за того, что изначально при проектировании не было учтено переход вот этот сам со сруба на крышу. То есть подготовка определенная должна была там произойти. Что мы потом грамотно все поставили и крыша у нас легла на сруб, там все потом уселось грамотно. Даже если будет фронтон усаживаться, еще что-то. То есть какая-то ползущая крыша на ползании, то есть она должна изменять свою геометрию, когда будет усадка происходящая. Вот в этом проблема получается. Итак, скажи что-нибудь. Ну, это у проекта получается привязки крыши к срубу. То есть когда мы делаем сруб, и человек заказывает сруб, он должен параллельно думать и о крыше. И заказать уже вот эту привязку, да? Да, ведь крыша должен быть понятен, то ли это теплая крыша, то ли она будет холодная, будет употребляться потолок только лишь. Обычно это говорят, но привязка сама, и это значит дать точные пропорции, размеры, да? А реально вообще прорисовать в К3, допустим, или где-то в другой программе, именно вот в момент перехода, да? То есть вот у нас сруб заканчивается и встает стропила. То есть на какой высоте, какие направления? Я же вот последний сруб делал, очень хорошо было все понятно, Виталик нарисовал мне на какой отметке, у меня врубятся под стропильным вот эти вот доски, которые войдут уже стропила, которые все уже сделаются. На определенной высоте эта доска врубается, и я сруб уже довел до этой высоты, с этим учетом. Понимаешь? Все очень хорошо согласовалось. Стыковка крыши и сруба. Давайте ее закончим. Подробно мы отдельной темой потом будем все это делать. Дальше мы не коснулись обсуждения небольшого устройства. Усадка, столбы, проемы, фронтоны, крыши. Всяги с усадкой. Столбов, проемов, фронтоны, крыши. Усадка. Проблемы усадки. Что такое усадка, да? Начнем с того. Усадка это когда бревна у нас, эти бревна, они высыхают и опускаются вниз. Они уменьшаются в размерах, и общая длина уменьшается. Высота. Насколько она уменьшится, надо высчитывать из самого бревна, да. То есть мы каждое бревно берем, считаем, и из этого расчета у нас получается общая высота. Насколько это все полусядно. Вот опять же, насколько бревно было сухое, оно или сырое, там, то есть это надо подходить уже индивидуально к каждому. У нас на кедре получается от 6 до 4 процентов. Сырое? Да. Саша, я думаю, 7 процентов. Если сырое, то сырое бревно. Возможно, это перебор, да? Ну, я думаю, что это уже круто. То есть 6 процентов это, мы посчитали, вот там у нас было 5 венцов, там, грубо говоря, получилось сантиметров по 14 на 5 венцах. 6 процентов. Ну, это вот так даже визуально, это хорошее состояние. Вот. И что, вот эту усадку вот у нас, если у нас где-то стоят столбы или где-то у нас стоит каркас рядом со сругом, да, вот, то столбы и каркас у нас не садится. Садится у нас с рук. Еще коротко, да. Если мы привязываем с рук каркас. Извини, каркас. Рубленная стена, это бревна лежат вот так. Это когда у нас друг на дужке бревна. Вот они составляют стену. Это рубленое строение, оно садится вот в этом размере. А каркасные строения, они ставятся бревна вот так все, да? Они вот так, вот так делаются. Сейчас просто модно. Я объясняю для того, кто не понимает. Это вот не садится. Да, то есть вертикально бревна не садятся. Садятся на один или два миллиметра. У сушки не происходит. Так вот, и вот это расстояние усадки, получается, надо как-то с ним бороться. Чтобы у нас, если у нас на каркасе, на веранде, например, стоит крыша одна, на срубистой крыша другая, и они связаны между собой, что произойдет, если мы не учтем этот момент? Да. То есть все порвет нафиг там. Вот. И будет очень неприятная картина. И таких примеров очень много, когда вот так делается. То есть либо недостаточно учитывать усадку. Не 14 сантиметров, например, оставят 5 или 7. Вот. То есть недоуселась она и пошла рвать дальше. Вот. Саш, в проемах тоже, да? Ну, в проемах, в проемах тоже надо закладывать. Примерно столько же, то есть по 6 там процентов, оставлять отверстие. Ну, как бы. То есть окно стоит, и чтобы вот бревна сверху, да? Да. Чтобы они не соприкасались недоименно окном. Да. Усаживались там утеплитель мягкий какой-то вкладывается и закрывается доской. То есть русский А8 работает здесь. Ну, вот на столбах. На столбах усадка у нас ставится посадочная ножка и регулируется гайкой, когда столб стоит на посадочной ножке, да? На домкрате. На домкрате. И вот у нас, значит, гайку крутим, он, значит, садится вместе со столбом, да? Да. Лучше он пока не придумал. Либо он потайной делается там внутри где-то, либо вот он просто стоит на фундаменте, либо это вверху. Ну, вот. То есть наверху площадка, также металлическая, на что он упирается, чтобы не древо дарило, а на площадке. Там просверливается дырка и он туда заходит, в тело. Так. Коснулись столбов, проемов, дверных оконах. Есть что сказать? Может что-то хочется добавить? Тогда фронтоны вот. Можно еще пробежаться. Что такое фронтоны? Фронтоны вот. Это та же старая рубленая... Я так недавно узнал, что их еще называются самцами. Не знаю. Да. На сайте плотников. Вот если фронтоны отдельно стоят на судьбе, они называются самцами. Вот. Ну, вот так популярно немножко. Объясню. Фронтоны это та же рубленая стена, вот, когда идут бревна горизонтально друг на друга рубятся. Но уже как элемент крыши, вот этот треугольник, где фронтон. Вот идет у нас плоскость крыши. Вот. А корец это фронтон. Вот он рубленый. Для чего он делается рубленый? Для того, чтобы там можно было слеги, к примеру, это вот такие вот бревна, они врубаются в эти фронтоны. И коня также можно было врубить, на которых крыша опирается. Чисто визуально красиво, когда рубленый фронтон. И вот когда рубленый фронтон, у нас что происходит? У нас происходит уменьшение вот высоты. Усадка также идет. И, значит, верхняя точка, где конек, и нижняя точка, где основание сруба. Вот эти стропила у нас, значит, крепятся и к нижним основаниям сруба, и к коньку. Конек садится, и стропила начинает двигаться. Да, они там садятся вниз, ползут вниз, как-то сдвигаются, неважно как. То есть жестко крепить стропила к коньку, к нижней части сруба, да, вот куда она приходит, стропила в нижней части, ни в коем случае нельзя. Если у нас сруб сырой. То есть произойдет опять же порыв, то есть разрыв в этом месте, порвет, там у нас все оторвет, и даже стропила, получается, не будет держаться. То есть они просто будут контактаться. Удяя вопроса, что делать? Много есть вариантов крыши, ползущие, вот эти вот варианты делать. Плавающие крыши делают. Делают верхнее соединение, там на шпильке, да, оно вот так вот двигается. Их здесь никого нет. А внизу тоже закрепляется такая лапка, там она просто закрепляет стропилу. Она ползет в ней там. Она по ней съезжает, да, по пазу там. Ну там много есть вариантов. Но на высоких фронтонах, делая вот эту вот наверху, значит, как оно называется, вот эту вот шпильку, да, скользящую вот эту шарнирную. И здесь скользящую. Вот когда сильно высокий фронтон, ну что такое сильно высокий, но бывают фронтоны там... Или 5 метров бывают. Ну может быть, не знаю, там выше 3 метров уже высокий. Да? Не знаю. Это значит усадка будет, блин, большая усадка будет. И значит вот это вот движение будет не маленьким, короче, большим. И вот чем выше фронтон, тем больше проблем. И даже на скользящих крышах порой, ну, бывают проблемы. Поэтому я вот думаю, какой выход, это либо нужно из потушного материала делать, когда дом с высокими фронтонами, да? Да, и временную крышу. Либо сделать из сырого, да, но крышу сделать временную, и потом уже сделать, когда меньше усадка произойдет. Да, потому что, видишь, мы же говорим про простую двухскадку, да. А сколько вариантов, где фонарьи разные, юндовые, там, вальмовые, какое-то. Ну это же вообще будет там очень сложно. Все. Все, да. Восьмой пункт закрыли. Усадка. Третий пункт это проведение коммуникации, потому что оно тоже, вот, связано с рубкой. Где-то скрытые кабель-каналы или что-то там. Да, наверное, немаловажный нюанс. Было у меня такое что. Коммуникации перешел generate объективные сигналами? Коммуникации это электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация. Электрика, да? Ну, электросети, да. Электросети, да. Электросети. Правильно так будет, да? Да. Электросети что там? Водоснабжение, да. Водоснабжение, канализация. канализация отопление 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 и вентиляции в рубленных домах не делал как вытяжку какую-то просто отдельно ванной комнатах вентиляция нужна ванная кухня понятно а так то с рук дышит поэтому как таковой вентиляции не делается просто форточка так быть сложной системы вентиляции не делается не так это все равно напишем выдержка она отлично должна смотреть во все угли помещения 12 конечно то есть это мы все говорим про про элитные дома правильно как начинать и проблемами может столкнуться непростые дома что ты говорил сами про перевозку транспортировка вот у нас вот есть нужно происходит если вы перетранспортируем неправильно бревно до местного значения что происходит заминка пазов правильно чаш и так далее то есть если мы не проложили там прокладки если у него коники железные стоят да то есть мы бревно травмируем так же и дальше то есть сейчас я расшифрую такой вот что он сказал когда в фуру мы грузим бревна там есть металлические коники мы должны момент транспортировки вот защитить вот от этих металлических коников бревна и само бревно как и мелочь да сам мелочь но это может быть просто дырка у вас не сделать это потому что бревна там утрамбовывать с такой силой что там потом вмятина идут там до сантиметра до двух скалываются щепки откалываются такие просто страшно смотреть на эти срубы которые приезжают самые сами чистые все отшлифованные хорошие срубы приезжают там просто отколотые куски такие щепки и сами бревна мы укладываем под займи в бок на прокладки дальше у нас бревно вот так вот так вот сверху давило а вот так мы кладем и при возможности еще стягиваем ленты всю эту пачку чтобы не ездили там не ходили не бились там и так далее чтобы бревно на другом потом она также лежит на бочку вот так вот боком или не на пазу а боком и там уже соответственно ничего не ломается и по транспортировке можно еще сказать момент когда доставка произошла до места что мы обычно видим когда заказчик полностью не готов принять сруб то есть там пол метра грязи и вы некуда просто складировать эти вот замечательные чистые бревна и чем меньше будет грязи чем лучше будет подъезд тем аккуратнее будет происходить сборка это как отдельный пункт получается подготовка сборки подготовка площадки но это немаловажный пункт потому что вот последний струб мы собирали заказчик был молодец продуманный он заранее взял внедорожный кран вызвал урал в горку тот заехал по грязи встал на место да ведь ну он это понимать должен был заказчик да второй момент он взял фуру разгружал это я не участвовал он сам организовал он уже подогнал к фуре воровайку на которую внедорожную на которую мы перегружали лес на этой воровайке до этого крана и приезжали с этим перегрузка была я конечно когда приехал обалдел от того что дополнительная работа такая грязь была по колено потому что декабрь в москве это это очень важный момент это связано с тем что просто будут дополнительные расходы если не подготовлено подъездных путей нет если будет грязь это все просто это решается но добавить время крана время дополнительно да просто расходы дополнительные на работу людей которые будут делать техники и качество тоже пострадает грязь будет ну видишь многие как бы еще не готовы спланировать да там куда что они вот с рук не я не говорю что это обязательный пункт да но если возможно человек пример не знал а он бы сделал да ну лучше бы хорошо сделал и тогда мы бы может быть отправку бы немного потому что видишь бывает такое что он вообще не сможет сделать в принципе да 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 потому что техники нету мы не нашли да вездеходов еще что то и все если просто вот где привезли там мы загрузили все приехали да вообще давайте писать не охота который вот мы хорошо урал был там 8 километров там стоял 8 у нас пригнал заказчик даже если возьмем за 150 до 8 8 100 метров гонял варвайку вот она внедорожная была только так пишем 12 пол подъездные пути да понятно всем о чем или как смотри проблема это то есть мы как и проблема получается в чем это маленькая другая как бы да вообще не говори но проблема выйдет в чем то что бревна будет грязный правильно они засинеют в любом если грязь положит даже стекурилы обработаны и тоже к той же синеве да да к тем же трещинам к тем же некачественным как бы возвращение да то есть проблема она есть пишем подъездные пути ладно может быть где-то у нас тут пункты идут не в каком-то порядке может быть даже и не по теме но пишем все равно как проблему обозначенную очень важно подъездные пути подъездные пути итог говорить так итог такой а захотят ли рубленый дом после этого всего после этого всего нужно захотеть рубленый дом реально захотеть быть просто фанатом быть обязательно фанатом быть настроенным на преодоление вот этих вот пунктов собственно в любом в любом любой тип строительства он будет подразумевать кучу задач не надо пугаться надо они все решаемые эти задачи надо каждый в момент просто правильно делается поэтому прошу прощения за мой почерк вот здесь у нас идут проблемы первая планировка участка учесть зоны зоны бывают парадный огород зона отдыха второй момент расположение дома по сторонам света третий момент синевой четвертый момент щели плотность соединений чашек и паза пятое поднутрение паза и чашки шестой момент транспортировка седьмой момент стыковка крыши и сруба восьмой момент усадка это столбы проемы фронтоны крыши и сама крыша девятый момент фундамент размеры его по осям и горизонт отсутствие проекта фундамента несогласованность этого не должно быть нужно знать ленточного типа будет фундамент плита свай половые балки нужно думать о половых балках когда еще в стадии фундамента десятый пункт пол проемы оконные дверные потолки согласование должно быть одиннадцатое коммуникации опять же согласование электросети водоснабжение канализация отопление вентиляция все к коммуникациям относится двенадцатое подъездные пути транспортировка шестой пункт двенадцатые подъездные пути еще раз пункты находиться могут все не в порядке но это не суть важно сейчас что было в голове вы изложили благо что это пункты обозначены все смотрите теперь внимание новый блок я начинаю я то что это ну как ощущение посидели поговорили хорошее ощущение придумал вообще то ты не важно кто придумал мне просто интересно как вот пообщались поговорили как есть желание дальше двигаться да конечно есть 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 потому что может уже никому не надо вот один раз посидели а все выдохнули никто не хочет я вот только начал входить в тему начинаю начинаю сам ведь понимать как то упорядочить что то можно и оно лучше усваивается и самим же прорабатывается лишний раз это все очень важно блин ну я живу эту тему мне это интересно сегодня очень хорошо прошлись по проблемам потом посидим по очень подробно начнем изучать проект на честь Виталик нам расскажет мы это еще раз усвоим люди усвоят и начнем образование получать маломальское да проект на честь мне вообще интересно это 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 момент образования это то вообще чего как бы ну не делается вот возьми сейчас и начни копать и ведь там немножко там немножко да а пускай мы сейчас вот это все где-то обобщенно коснемся но тем не менее это же первый шаг к образованию а потом мы выведем уже более профессионально подойдем и уже там году все уберем и уже только будет конкретика только все разграничено по пунктам в хорошем качестве видео или звук и это уже будет материал ценный достаточно систематизированный важный это надо делать поэтому как я могу быть против все вперед посиделки номер два и делать что серьезно? ну все тогда всем спасибо 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 и